Я расскажу вам, как избавиться от гипогликемии с помощью всего одного крохотного простого изменения. Что такое гипогликемия? Формально это когда сахар в крови ниже 70 мг на децилитр. Но на самом деле при симптомах гипогликемии уровень сахара в крови редко бывает низким. В подавляющем большинстве случаев есть все симптомы, но сахар в крови нормальный. Вот эти симптомы — дрожь, раздражительность, тревожность, чувство голода, пот, головная боль, неспособность сосредоточиться, нечеткое зрение. Мы часто слышим, «О, у меня падает сахар, надо что-то съесть». Но чаще всего, если проверить сахар, окажется, что он в норме. В чем же дело? Чтобы это объяснить, я воспользуюсь берушами. Если я вставлю эти беруши себе в уши, и вы будете говорить со мной, «Я вас не услышу, вам придется кричать мне, чтобы я вас услышал, чтобы ваш голос преодолел это сопротивление». Итак, при гипогликемии кое-что происходит. Имеет место похожее сопротивление. Это называется инсулинорезистентность. Инсулин — это гормон, который помогает снизить уровень глюкозы в крови. И по поводу сахара в крови нужно знать, что тело руководствуется таким вот главенствующим. Не знаю, можно ли назвать это законом, но это главенствующий принцип. Очень-очень важно любой ценой поддерживать нормальный уровень сахара. И еще важнее поддерживать уровень сахара повышенным, а не пониженным, ради выживания. Тело делает все, что угодно, чтобы не допустить снижения уровня сахара в крови. Глюкоза нужна мозгу, точнее, каким-то его частям. И без глюкозы нам не выжить. Инсулин — главный гормон, снижающий уровень глюкозы, если он слишком высокий после еды. Инсулин стимулирует два фактора. Это углеводы, которые мы едим, и степень их частоты, степень концентрации сахара, а также частота приемов пищи. Если вы часто едите, часто перекусываете, всплески инсулина следуют один за другим. И проблема в том, что из-за постоянных хронических всплесков инсулина со временем развивается так называемая инсулинорезистентность. Инсулин уже не так хорошо снижает уровень сахара. Это похоже на те самые беруши в ушах. Если бы у меня в ушах были беруши, и вы говорили со мной, вам пришлось бы буквально кричать мне очень громко, чтобы я хоть что-то услышал. Это и происходит при гипогликемии. Это ситуация, когда уровень сахара в крови, как правило, нормальный, но уровень инсулина высокий, и он пытается преодолеть сопротивление, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию и снизить высокий уровень глюкозы в крови. Тело компенсирует это сопротивление, чтобы стабилизировать сахар. Ведь если мы едим углеводы, сахар в крови повышается, поступает инсулин и снижает его. Но низкий уровень сахара недопустим, поэтому тело развивает устойчивость к тому фактору, который стремится снизить уровень глюкозы. И вот что ненормально во всём этом. Тело не рассчитано на то, чтобы съедать столько углеводов, сколько мы съедаем. Это и есть глубинная причина этой проблемы. Уровень глюкозы в крови может быть в норме, но поскольку инсулин управляет усвоением глюкозы, у человека, скорее всего, очень мало глюкозы в самих клетках. Иначе говоря, усвоение глюкозы клетками зависит от инсулина. И чем сильнее инсулинорезистентность, тем меньше глюкозы в клетках. А если уровень глюкозы в клетках низкий, я даже не знаю, есть ли способ его определить, будут симптомы гипогликемии при нормальном уровне глюкозы в крови и на фоне этого в высоком инсулине. В медицине это называется так — гиперинсулинимическая гипогликемия. Высокий уровень инсулина при низком сахаре. Гипо означает внизу гликемия сахар-крови. Это один из самых распространённых типов гипогликемии, особенно у детей и младенцев. Так вот, худшее, что можно сделать при гипогликемии, это продолжать есть понемногу, пусть даже белковую пищу, в попытке исправить ситуацию. Или, что ещё хуже, есть сахар, чтобы повысить уровень глюкозы в крови. Это хуже всего. Ведь это ещё больше стимулирует инсулин, всё больше усугубляя ситуацию. Ненадолго станет лучше, но со временем будет всё хуже. Так что это полнейший миф. Или даже ложь, будто нужно есть часто и понемногу, чтобы уровень сахара в крови не был низким. И это ложь, будто частые небольшие приёмы пищи каким-то образом поддерживают огонь метаболизма, стимулируют его. Полнейшая ложь. И это миф, будто завтрак — самый важный приём пищи. Хотя я раньше советовал завтракать, но больше не советую. Ведь когда мы едим, это усиливает чувство голода часа через полтора. Из-за чего? Из-за всего того, что происходит с инсулином. Как это исправить? Есть два вида топлива, на которых может работать тело. У большинства людей тело работает на глюкозе. При этом глюкоза им нужна постоянно, ведь тело не запасает много глюкозы. В теле есть очень небольшой запас глюкозы в виде гликодена в мышцах и печени. И когда он заканчивается, о боже, человеку нужна быстрая энергия, нужна глюкоза. А что насчёт жира? Почему бы не использовать жир как топливо для тела? Запасов жира в теле намного больше, чем запасов глюкозы. В теле среднего человека, если он не худой, хранится жира буквально на 100 тысяч килокалорий. Этого хватит как минимум на три месяца или больше. Мировой рекорд по длительности голодания превышает год без пищи. И этот человек выжил, и он сбросил много веса. Суть в том, что способность тела использовать жир как топливо практически не ограничена. И наши тела рассчитаны на это. И сейчас я собираюсь убедить вас, что жир — это лучшее топливо для тела. И когда я говорю «жир», я имею в виду жирные кислоты и кетоны. Кетоны — это один из побочных продуктов сжигания жира. Тело может работать на сочетании жирных кислот и кетонов, но источник и тех и других — жир. Прелесть использования жира как топлива для тела в том, что нужно всего несколько дней, чтобы переключиться на новое топливо, о котором ваше тело скажет «Ого, это намного лучше глюкозы, ведь у меня исчез аппетит, и я чувствую себя намного лучше». Громадное преимущество кетонов и жирных кислот в том, что им не требуется участие инсулина как гормона. Глюкозное топливо зависит от инсулина. Поэтому всё, что связано с инсулинорезистентностью, все эти проблемы вроде метаболического синдрома, гипертонии, высокого холестерина, жира на животе, жира в печени, воспаление, деменции — все эти проблемы с телом, а их очень много, вы во многом обходите стороной. Все эти проблемы, связанные с инсулинорезистентностью, обычно уходят при переходе на жировое топливо. Так вот, где-то глубоко в клетках находятся митохондрии — это энергостанции тела. А где-то глубоко в митохондрии протекает так называемый цикл Крепса. Это очень сложный процесс, но, по сути, это превращение глюкозы в энергию. Но когда тело работает на кетонах и жирных кислотах, все эти различные шаги, которые нужны для глюкозы, становятся ненужными. Нужен всего один или, возможно, два из множества этих биохимических шагов, необходимых для глюкозы. Это позволяет сэкономить много энергии. Это как если бы в теле работал намного более совершенный двигатель, дающий намного больше энергии. Когда тело использует кетоны и жирные кислоты, это избавляет митохондрии от огромного стресса. Если вы не знаете, большинство неинфекционных заболеваний, которыми болеют люди, связаны с митохондриями. И на первом месте среди них — рак. Когда тело использует слишком много глюкозы, это разрушает митохондрии. Возникают всевозможные молекулы активного кислорода, но не буду залезать в эти дебри. Суть в том, что глюкоза в качестве топлива для тела создаёт много побочных эффектов. А когда тело работает на жире, и потребность мозга в глюкозе снижается, ведь мозг тоже может работать на кетонах. Точнее, большая часть мозга, ведь глюкоза нужна лишь небольшой его части. Тогда печень может сосредоточиться лишь на очень важной функции — на создании новой глюкозы для мозга и некоторых других тканей, таких как эритроциты. Это называется глюконеоденез. И печени не приходится работать так напряжённо. Осознайте, что у печени много работы. У неё около 500 различных функций. Далее улучшается функция митохондрии. Митохондрии получают больше кислорода. Нужно меньше топлива для работы тела и даже гормонов щитовидной железы для поддержания метаболизма, ведь она работает эффективнее. Вы даёте возможность мозгу отдохнуть. Вы даёте сердцу возможность работать лучше, ведь сердце — это мышца, как и скелетные мышцы. Так что вы избавляете от большой нагрузки и стресса мышцы и печень. И нужно сделать лишь одну вещь, одну простую вещь, а именно урезать углеводы, употреблять их меньше 50 грамм в день. Вот и всё. Когда вы так сделаете, в течение нескольких дней тело начнёт переключаться на новое топливо. В ходе этого переключения у вас будет больше кетонов в крови, в моче, в выдыхаемом воздухе. Есть способы их выявить. Эти лишние кетоны пока не сжигаются, ведь вы находитесь в фазе перехода, и тело адаптируется к новому топливу. Но очень скоро вы начнёте сжигать эти кетоны более эффективно. А пока вы можете делать тесты на кетоны, чтобы увидеть, находитесь ли вы в кетозе или фазе перехода, и чтобы увидеть, когда эта фаза перехода завершится. Поэтому я рекомендую использовать полоски для анализа мочи на кетоны. Сначала в моче будет много кетонов, потом их будет становиться меньше и меньше. Это значит, что тело, наконец, начало адаптироваться к кетонам и сжигает больше кетонов. С этого момента лучше использовать анализ крови на кетоны. Можно купить наборы для этого. И сейчас вам нужно лишь простое объяснение того, как осуществить этот переход. И об этом вы узнаете из этого видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!